Представители знака Зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте! Таро прогноз, раскоп, события ближайшего будущего. Таро на неделю с 1 по 7 апреля. И 1 апреля Меркурий добавит всем нам путаницы своим уходом в ретроградное движение. И мы все знаем, что ретро-Меркурий это какие-то задержки возможны. Или бумаги не будут вовремя подписаны. Или еще своего рода какие-то паузы в любом вопросе или в решении дел. Кроме того, это всегда еще и дежавю, повторение каких-то прежних историй. К примеру, могут вернуться люди из прошлого. Мы называем бывшие. У кого-то по части бывшие ваши личные истории, как супруг, супруга. Это могут быть и вопросы, которые в конкретной нашей реальной жизни еще вы не решили, не поставили в чем-то точку. Могут быть и друзья, которые вдруг о нас вспоминают. Или, кроме всего прочего, это могут быть еще как информационные вбросы и ложные информации. То, что мы называем фейки. Сбои в электронных системах, расчета такое тоже. Это тоже вполне вероятно по ретро-Меркурию. И это пробудет у нас вообще до 25 апреля. И в этот период, этой недели мы больше будем заниматься решением каких-то своих вопросов. И с одной стороны, 1 апреля это когда-то прозрение может быть. Потому что нас могут накрывать эмоции о воспоминании. Может быть того периода или места, где мы были счастливы, где нам было хорошо. Но уже с другой стороны, есть и выводы, есть решения важные ваши по конкретной ситуации или обстановке. И так или иначе, его величество, выбор или такой главный вопрос, а что же дальше? Или каков мой путь? Где мое счастье? И в этом большой плюс, потому что когда мы решаем свои конкретные задачи, мы меньше реагируем на как раз вброс ложной информации. Или когда мы что-то слышим, нам захочется скорее перепроверить что-то, нежели довериться просто так, вслепую. И в этом положительный момент. Давайте мы спросим на неделю для вашего знака зодиака, как карты видят, какие возможности. И первая карта, что важно знать. Или обстановка вокруг вас, какие события. Чего не избежать или неожиданности. Чему сейчас не время или что вам может помешать. Что вас будет радовать, что вам будет помогать. Что скрыто. Такую карту достанем. Дела, работа, бизнес. Энергию посмотрим по основным сферам жизни. Энергия денег, мои дорогие козероги. И что в личной жизни. Что же важно знать, что шестерка чаш. Тут правда дежавю. Возвращаются, может быть, друзья. Надолго ли или на короткий период, чтобы как-то провзаимодействовать. Для вас самих, кстати, эмоции, правда, могут накрывать в воспоминаниях, когда есть что-то хорошее, что осталось в душе от ваших отношений. У кого-то родственники, далекие родственники о себе напомнят. По этой карте все же больше ностальгия какая-то проходит. Или, когда мы, кстати, учимся на прежних ошибках. Вот такое тоже есть. Когда нам могут помочь как раз люди, которых мы хорошо знали. Доверенные люди. Вы можете вообще по этой карте пересматривать свое окружение. Кому я могу доверять, а кому нет. С кем мне будет по пути, а с кем тоже как-то наши дорожки разошлись. Есть эмоциональный, с одной стороны, баланс, потому что все же шестерка чаши – это позитивная карта. И хорошее настроение она нам тоже об этом говорит. Может и какие-то действительно на злобу дня темы вы сумеете закрыть, потому что на помощь иногда к нам приходят по этой карте люди, которые к нам искренне относятся. У каждого будет по-разному. Но общий фон недели, так скажем, положительный. Но эмоции они могут накрывать. Это верно. И ваша карта королевы монет. Неожиданности. Да нет неожиданности. Разве что какие-то оказии со знаком плюс по королеве монет. Есть возможность сказку сделать былью. Или какой-то свой проект, мои дорогие козероги, воплотить в жизнь. Все же королева монет как раз или королева Пентакли отличает то, что она строит свою реальность. Королева Пентакли очень продуктивна на воплощении своих задумок. Вы можете, если так, на нашей земной жизни, о чем мы говорим, значит, это могут быть вопросы, решения, каким образом ко мне и откуда приходят деньги. У кого-то это может быть как вторичные заработки, что-то вы будете рассматривать. Вопросы, связанные с жильем, с вашим местом пребывания, сделать жилище комфортным. Или еще какие-то вопросы семьи, если мы говорим, вы человек семейный. Но здесь сама по себе прагматика. Но это не неожиданность. Разве что, когда больше возможностей появляется на этой неделе, как и решить какой-то вопрос, закрыть какую-то тему или наоборот, приступить к чему-то новому. Чему сейчас не время отправляться куда-то далеко. Это карта заслуженного успеха. Или, может быть, ожидать какой-то фурор на этой неделе. Как будто нет. Не отменяется ваш успех. Это точно, мои дорогие козероги. Но вот как раз задерживается. Такое может быть. Или, может быть, вы занимались вопросами подготовки документов к переезду. К переезду далеко. Открытию виз или согласования каких-то важных. Правда, по ретро-меркурию что-то может встать на паузу. Сама по себе может быть пауза в вашем продвижении отчасти. Но спокойная неделя с приятными в целом эмоциями. Я не говорю, что это будет все безоблачно. Наверное, так в нашей жизни не бывает. Но положительного, мои дорогие, будет как будто больше. И даже если, ну, какие-то там заминки, нам все равно карта говорит, успех тебе обеспечен. К чему ты прикладываешь усилия по шестерке мечей? Это ведь карта мужества, когда хватает силы идти вперед. И настойчивости. Это как раз те качества, которыми вы богаты, мои дорогие козероги. Поэтому все получится у вас. И темы, которые для вас очень важны, вы сумеете осуществить. Ну, знаминки какие-то могут быть. Что же вам помогает, паш-чаш? Хорошие новости, хорошее настроение, еще раз нам говорят. Предложения. У кого-то признание в любви. У кого-то решение детских вопросов, которые тоже вас порадуют, что что-то решилось. Или успехи вашего ребенка, пусть даже подросшего, как новости от ваших детей и внуков, да, если у вас уже все взрослые, или буквально что-то удается вашему ребенку, пусть он даже будет помладше, и это вас тоже вдохновляет. Или в целом фон недели для нас более позитивным, нам об этом тоже сказали. У кого-то может быть знакомство новое, или как флирт. По этой карте нет ничего серьезного пока. Но когда захочется, может быть, флиртовать или чем-то вдохновиться, мы можем куда-то отправиться по этой карте, как предложение. Так, знаете, изменить спонтанно свой маршрут. И тогда нам эта карта говорит, что помогает. Хорошее настроение помогает. Если тебя сейчас что-то радует, тогда воспользуйся этим моментом, но пока еще грандиозных планов не строй. Научись в моменте здесь и сейчас жить, и тогда ты прочувствуешь наполненность. Правда, что-то приятное, доброе. Что же скрыто? По пятерке жезлов у кого-то тот человек из прошлого, который вам доставил не самые приятные эмоции, или это те люди из прошлого тоже могут вернуться, или какие-то ситуации, когда, знаете, человеку от вас именно что-то нужно. Или те люди, с которыми мы не договорились, они здесь вдруг воскреснут. Такое тоже может быть. И для кого-то из них захочется с вами выяснить отношения. И такое вполне вероятно, мои дорогие. Будьте, наверное, к этому готовы. Сама по себе карта нам еще говорит, что скрыто. И по части ретро-меркурия и информационного хаоса, это конкретно карта информационного хаоса, когда перепроверяю информацию. Тут именно скрывается какая-то, ну, как ложь, или мы называем фейк, или нам могут подавать какую-то новость, событие, как истину в последней инстанции. А истина будет где-то рядом. Доверяй, но проверяй. Вот о чем говорит нам карта. Как и где-то людям, потому что они имеют свой интерес. Ну, так и новостям тоже, или информации. Будь реалистом. Но у вас сильная позиция, мои дорогие козероги. И причем сама по себе больше позитивная неделя для вас. Давайте дела, работа, бизнес. У нас шикарно исток, и королева монет у нас вверху лежит. Это карта, карта самодостаточности, по сути дела. И в этой колоде исток, это дополнительный старший аркан, который находится между последним арканом, мир, как завершение какое-то, и арканом шут, нулевым арканом. И это, да, может говорить как хаос перед началом творения, из которого вы будете создавать этот самый порядок. Может быть, дела домашние, правда, требуют к себе внимания. Все может быть намного прозаичнее, когда нужно сделать генеральную уборку. Почему нет? Или вы затеете ремонт, или, повторюсь, переезд, или какую-то реструктуризацию своего жилища. И здесь это только предвестники каких-то событий или перемен. Но я бы сказала, мои дорогие, будьте внимательны к информации. Все же пятерка жезлов лежит, лежит карта рядом, в значении, что скрыто. И вы будете, скорее всего, много разных новостей слышать. И, знаете, нельзя оставить без внимания ни одну. Все нужно как будто уточнить или проанализировать. Потому что через этот ворох новостей к вам может прийти что-то важное. Чему мы можем на первых порах не придать значения? Ведь карта истока – это то, чего мы не видим глазом. Это как вот этот успех по шестерке мечей, который будет, но еще в данный период времени он неосуществим. Это предполагается какая-то дистанция, расстояние по времени. И где-то об этом говорит исток, карта. Поэтому это предпосылки как будто есть к осуществлению задуманного или реализации вашего проекта, к новой должности, построению карьеры, построению бизнеса, может быть, с нуля, мои дорогие. Вот тут как личное дело, хобби, творчество может проиграться как подготовка. Я, может быть, хочу, мне нравится стричь людей. Кто-то прекрасно, шикарно готовит. Посмотрите, сколько на Ютюбе каналов. Сама смотрю, и действительно, это интересно. Так вот, какое-то свое ремесло вы можете продумывать. Я для примера говорю, кто-то машины ремонтирует. И вы задумайте, а не попробовать ли мне как-то мое хобби или вот это ремесло, то, чем мне нравится заниматься. Тут ведь интерес, вот именно нравится. Заниматься тогда мы можем повторять, что-то переделывать, ну, как-то развиваться в этом направлении, не чувствуя сильной усталости. Это большой фактор и очень важный. Так вот, по карте исток вы можете и задуматься в любом направлении, а не попробовать ли мне создать какое-то свое дело или свой бизнес. И, знаете, пробовать определенно стоит, вот с учетом всех карт. Будьте реалистом, потому что фильтровать придется информацию или вы что-то такое от кого-то услышите. Может быть, и эта информация послужит побудительным мотивом к тому, чтобы вы что-то начинали. Вот здесь как будто самое-самое преддверие, начало чего-то нового. И это дела работы бизнеса, где-то заработки. Ну, точно, посмотрите, у вас понарастающий. Вот в этой колоде сначала идет исток, и если вы видите, карта удивительная. Лимни ската, как у мага. Большие возможности у вас на пороге. Но это все, знаете, как в тени, за кулисами. Не видно, пока еще непонятно, как будет дело развиваться. А пойдет, не пойдет. Тысяча вопросов. И, правда, по ретро-меркурию, как я уже сказала, в чем мой путь или где мое счастье. Вот вопросы, как и, может быть, высоко духовные вы можете связать с какой-то нашей реальностью или, повторяюсь, переложить творчество на какие-то конкретные рельсы получить от этого доход. И у нас на доход выходит нулевой аркан. Начинается с истока, а дальше как будто продолжается. И это уже где-то почва под ногами. Это дополнительные возможности. Это как квантовый скачок, когда я иду вперед. А вверху у нас шестерка мечей. Мои дорогие козероги, тут, правда, вы можете... Вот то, что вы задумали, вы можете осуществить. И в неожиданностях как раз ваши карты, сигнификаторы. Не важно, что меня смотрят мужчины. Король монет там немножко другое значение. Но именно сад. Всегда королева изображена среди райского сада, который она создала своими руками. Король, он на троне сидит и просчитывает. А нет, здесь именно какой-то элемент творчества, создания, креатив какой-то. Вот что-то вы креативите, тут вполне сможете. Причем с хорошим прицелом, с хорошими перспективами и одновременно эквивалентом по финансам. Потому что шестерка мечей как раз выпадает и говорит, да, это не на этой неделе. Не жди как бы такого ошеломляющего эффекта. Придется приложить еще усилия. Но оно того стоит. Успех обеспечен. Здорово. В личной жизни четверка чаш есть какая-то разочаровывающая история, либо когда нас не поняли, или когда мы с кем-то не договорились. Это карта апатии. Вообще все карты вас переориентируют, ну вот именно в какое-то свое направление. Либо это будет как создание более комфортных условий проживания, или для кого-то это будет творчество. Может быть, вы книгу пишете, может быть, вы музыку пишете, или что-то вы создаете, вот как королева монет. Ну, как будто нет смысла о чем-то переживать. Ваша задача выйти где-то из грустных мыслей. По этой карте это, по сути дела, бездействие. И когда мы упускаем какие-то возможности. И личная жизнь, это не обязательно нам про любовь говорят. Хотя у кого-то разочарования по взаимоотношениям могут быть. Или вы расставите все точки над «и». Вот шестерка чаш все же у нас выпадает. Но я должна сказать, что если вас с человеком что-либо связывает, общие дети, например, у кого-то и бизнес, у кого-то еще вопросы нерешенные, вы сумеете договориться, вы сумеете быть дипломатом. Вот для вас быть дипломатом и плюс какое-то свое направление. Ну, просто феноменально, шикарно будет продвигаться на этой неделе. Это может быть и построение карьеры на той должности, в которой вы находитесь, и в организации, где вы работаете. Но это значит подняться на ступени выше. Какие-то будут предпосылки все равно для вас. И если у вас к этому есть желание, мы все равно от наших действий, то есть мы прикладываем какие-то свои усилия. Не происходит ничего само по себе, потому что королева монет, как я уже сказала, она сама что-то делает. И под лежачий камень вода не течет, это все остальные карты сказали. Но перспективы, они перед на вами, мои дорогие козероги, достаточно радостные, радужные. И имеет смысл что-то, как и начинать, так и продолжать. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.